И рассмотрели огромное количество гражданских споров, при этом о медиации в России забыли. К сожалению, есть такое отставание от других стран. Медиация это новая технология, и без поддержки на государственном уровне нам навряд ли решить эту задачу только силами профессионального сообщества. Я имею ввиду задачу просвещения граждан и преимуществах технологии медиации. Поэтому какая идея приходит в голову? Наверное, в чем-то она напоминает партизанский маркетинг. Понимаете, есть такое определение, когда очень большой упор, центр тяжести переносится на личные контакты, на информирование, на проникновение на этот рынок. Но надо отчетливо понимать, что мы находимся на периферии этого рынка. Если клиентура звонит по телефону и ошибочно называет вас юристом, вот у нас, к сожалению, я почему говорю к сожалению, сегодня собрался профессиональный состав группы, когда все участвующие здесь вебинаре имеют базовое юридическое образование. Но я почему это говорю, потому что я читал анкеты каждого из вас. Но если бы здесь среди нас участвовали психологи, как, например, Инна Ткаченко из Пензы, она рассказала из своей медиативной практики реальный случай. Раздается звонок и задает вопрос. Алло, это юрист, у нас наследственный спор. У нее нет юридического образования. Она по образованию психолог. Тем не менее, она приглашает стороны на переговоры, параллельно объясняет им преимущество медиации, и дальше стороны принимают решение, будут ли они обращаться к ее услугам, или будут искать обычного юриста, в привычном смысле этого слова. То, что говорит Денис Владимирович, у нас в Томске очень высокий уровень конкуренции в сфере юридических услуг и подобных им. Допустим, правозащитная деятельность, бесплатная юридическая помощь, адвокатские услуги. Но вместе с тем, Денис Владимирович, ведь теоретики маркетинга утверждают, для того, чтобы на рынке реализовать свой товар, услугу, необходимо выделиться из общего ряда чем-то. Почему бы нам с вами не выделиться медиативными компетенциями в наших услугах? Вот эта составляющая, необычная составляющая, давайте искать преимущества, которые сильно отличают нашу услугу от других услуг, предлагаемых на рынке. На таком примере, вот буквально на днях раздался нам звонок, по рекомендации клиентов, Татьяна Николаевна, когда уже один клиент рекомендует другого, тот рекомендует третьего и так далее. По нашим наблюдениям, почему-то процентов 10 людей являются такими очень социально активными, мне трудно объяснить, с чем это связано, но у них очень широкий круг знакомых. У других людей такого круга знакомых нет. Вот речь идет как раз-таки о социально активных людях. Вот представьте себе такую ситуацию. Произошла драка. Двое соседей, руку прикладства, одним словом, один другому нанес увечья, выбил зуб, и в результате был приговор суда, который за эти побои признал потерпевшего, признал виновного. Но есть только приговор суда и все. Однако вопрос о компенсации вреда жизни и здоровью не решен до сих пор. Это в рамках отдельного производства предлагают суды. Хотя, согласитесь, когда человек со стороны обращается в суд, не юрист, обычный гражданин, он обращается за решением.